Владимир ходит с протезом с прошлого года. С бионической рукой свыкся быстро, даже встаёт на горные лыжи и ходит на рыбалку. Говорит, что в шутку его называют киберчеловеком. Такая вспомогательная работа. Ну, например, как насадить червяка на крючок. Крючок зажимается вот эта рука, а червяка уже надевается вот этой. Ну, это испытано лично, вот это из мелкого. Ну, шнурки, это тоже из мелкого. Значит, открытие консервной банки, бутылок с соками. Южноуралец получил травму из-за занятия экстремальным спортом. Владимир говорит и другим челябинцам, что ни в коем случае не стоит отчаиваться. Даже в такой ситуации. Кстати, получить дорогостоящий протез можно по компенсации от государства или через госконтракт. Для этого нужно быть гражданином России и подтвердить им валидность. Подтверждает это, пройдя свидетельствование в Беронсе. Получив разработанную программу реабилитации, которая подтверждает нуждаемость в техническом средстве, он может обратиться в социальный фонд по месту жительства для оформления электронного сертификата либо получения направления на протезирование. Протезы бывают самые простые и тяговые, а также с микропроцессорным управлением. Взрослые могут ходить с ними несколько лет. А вот детям их необходимо менять по мере роста. Дети в возрасте от двух лет уже могут начинать пользоваться активными протезами. и адаптироваться, привыкать, становиться активными пользователями даже в таком маленьком возрасте. Кстати, технологии сейчас зашли далеко вперед. Управлять киберрукой можно прямо со своего телефона и задавать команды через мобильное приложение.